Сидеть, сидеть. Так что эту собаку мы взяли взрослую, вот с улицы, неплохо обучаются. Давай, дай лапу. Молодец. Дай другую. Молодец. Умница, умница. На, держи. Смышленной, активной и очень игривой Сибе два с половиной года. Нынешние хозяева нашли ее на Графской пристани. Была в ошейнике и побитая. Супруги Юлия и Сергея приютили Сибу у себя в квартире. Но собака часто наводила там беспорядки, и ради нее семья переехала за город, чтобы Сибе было где разгуляться и даже поплавать. Безграничная любовь к животным вызвали у супругов желание и дальше помогать бездомным питомцам. Сейчас у них пять собак, все девочки. Есть в их семье и джентльмены – коты Миша и Паша. Судьбы у питомцев непростые, но им очень повезло, что в их жизни появились добрые и неравнодушные люди. Соседская кошка привела нам котеночка. Она плохо видела. Отвезли к ветеринару. Ветеринар сказал, что какая-то у нее инфекция. Мы ее лечили, но, к сожалению, глазки спасти не смогли. И вот она у нас такая живет, особенная кошечка. В принципе, с ней проблем никаких. Вот только она волнуется немножко на улице, потому что она привыкла жить в доме. А так она очень хорошая, очень ласковая, знает все, досконально ориентируется вообще. Их было пятеро щеночков. Их просто в центре города вывалили под лавку. То есть у них были полуоткрыты глазки. Мы приняли решение взять их себе. К сожалению, приютить в своем доме всех бездомных четвероногих этого города невозможно. Но помочь найти им новый дом и хозяев – главная миссия для Юлии и Сергея. Именно поэтому они стали добровольцами Центра развития зоозащиты. Благородную идею вместе с ними воплотила в жизнь Наталья Кайдановская. Она директор центра. За полтора года в ее доме на передержке побывало 52 собаки. Пятерых питомцев Наталья оставила себе. Но центру нужны еще добровольцы, которые не пройдут мимо бездомного животного и приютят у себя на время. А может быть и навсегда. Мы людям рассказываем, как быть. То есть если это щенок или собака, которой нужно временное жилье, мы можем помочь найти передержку. Или рекомендуем, как оставить у себя и что при этом делать. Таким образом, дальше мы высылаем фотографа, если есть такая возможность, это животное фотографируют. И вот эти красивые фото мы, как добровольцы, размещаем в соцсетях, на Авито, на Юлия. То есть мы помогаем людям пристроить такое животное. Стать добровольцем может каждый. Для этого нужно просто обратиться в Центр развития зоозащиты, отправив сообщения в социальных сетях. С ним уже сейчас активно сотрудничают волонтеры, зоомагазины и ветклиники. Регулярно Центр проводит сборы средств. Поэтому питомцу, которого вы приютите, обязательно помогут с лечением и питанием. Не оставляйте их и помните, они наши лучшие и самые верные друзья. Эльвина Зарипова, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.